Добрый день, дорогие друзья! С вами Светлана. Вот закончился, можно сказать, сезон. Собираю семена томатов. Сегодня хочу рассказать о минусинских сортах томатов, которые я сажала в этом году. Пока представлю фото этих томатов, списочек. Семена будут в наличии, уже заказы идут. Более подробное описание по каждому сорту сделаю позднее, пока не хватает времени. Томат Алены Минусинская. Выращивала этот томат первый раз. Вот такие мы по внешнему виду. Немножко как в сердцевидной томатике, с вытянутым носиком. Взвешала два самых крупных. Один 450 грамм, второй где-то 400 грамм. Разрежем, попробуем на вкус, что это за томат. Ну вот, начинает окрашиваться томат Богатырь Минусинский. Вот такие вот томаты. Потом взвесим, сколько они будут. Первый год эти томаты выращиваю. Середина июля. Богатырь Минусинский. Такой томат в разрезе. Бочонок Минусинский. Вот поперечный разрез и продольный разрез. Томат сочный, мясистый и очень вкусный. Рекомендую этот томат. Томат Бурлак Минусинский. Середина июля. Вот так мы пока завязались. Выше плодики идут, выше плодики идут. Вот такой вот окрас идет. Но еще пока не совсем созрел. Будем пробовать на вкус. Этот томат выращиваю впервые. Бурлак Минусинский. Бурлак Минусинский. Бурлак Минусинский. Бурлак Минусинский. кистевое один плодик оторвался у меня два зрелых плода так мы сегодня выглядим 25 июля вот такая завязываемость вот нижние кисти идут вот повыше уже похоже идет завязываемость есть тоже но похоже сказывается все-таки погода на там отверху тоже видно кисточки завязались чипычки сердце минусинское кистевое будем пробовать томат германия минусинская вот так мы выглядим выращиваем от этот первый год вот следующая кисточка вот выше завязываются выше идут вот на втором кустике тоже вот такие завязи будем пробовать германия минусинская томат германия минусинские бычки розовые сегодня середина июля вот так мы на сегодня выглядим вот несколько зрелых томатов уже сняла вот выше завязи идут выше завязываются тоже есть ну и высотой он почти уже до потолка у меня минусинские бычки розовые это вкусный томат универсального применения минусинские огромные сердца первый раз этот томат выращиваю вот такие вот у нас сердца наросли вот только еще начинают краснеть и не в общем в основном внизу такие крупные завязали сверху там есть но пока еще немного основном внизу такие вот здоровые какие сердца томат минусинские огромные сердца то есть где-то от 4 40 грамм и до 700 но почти до 800 грамм вот самый большой томат получился сорт высокорослый сейчас посмотрим какое в разрезе вот такие в разрезе минусинские огромные сердца вот и поперечный разрез и продольный вкус у томата такой сбалансированные сладости кислинка небольшая присутствует очень приятный вкус рекомендую этот томат кто не пробовал минусинские огромные сердца так выглядит на разрезе томат минусинские от сергея галины гансиоровских томат урожайный крупноплодный очень высокий около двух метров высотой вкус очень приятный со сладостью чувствуется небольшая кислинка но очень вкусный рекомендую этот сорт томат минусинские от старожилов крупные сегодня снимаем на 25 июля вот два зрелых плодика внизу вот еще не созревшие висят так вот здесь вот у нас плодики вон какие вот выше еще идет плодик это не высотой полтора метра плоды крупные но не так много их получилось минусинские от старожилов крупные так томат минусинский бычий лоб сегодня у нас 25 июля так вот мы завязались здесь вот желтыми плечиками томатик получился хотя вроде и каллими подкармливаю я здесь вот часть плодов уже сняла вот два плодикой висят и крашеный. Один маленький еще. Вот выше завязи идут. Там тоже цветочки завязываются. Высотой где-то примерно метр девяносто, наверное, не сейчас. Минусинский бычий лоб. Томат Минусинский гигант. Так он выглядит. Посмотрим, какой он будет на разрезе. Один томат вытянул где-то 630 грамм, второй тоже 500 с лишним грамм. В общем, в среднем 600 грамм, наверное, получается вес томата. Минусинский гигант. Томат Минусинский гигант малиновый. Сегодня у нас 25 июля. Вот так вот зрелый плодик выглядит у нас на сегодня. Ну вот тут один плод на первой кисточке завязался. Так вот дальше тут плоды завязаны. Так вот у нас. Вот выше плоды идут завязаны. Вот там плодики идут. Так вот плоды завязаны. Так вот ниже. Зрелый пока один плод. Минусинский гигант малиновый. Этот томат выращиваю второй год. Сорт понравился. Очень вкусный. Так. Очень вкусный сладкий томат. Минусинский гигант малиновый. Пусть у него есть немножко желтые плечики, но это ничего страшного. Они не влияют на вкус томата. Посмотрим, какой он в разрезе. Вот такой в разрезе томат Минусинский гигант малиновый. Минусинский длинный розовый. Вот такой вот он по внешнему виду. Вот выше залези идут. Кустик пока невысокий. На втором кусту что-то вот пока четыре плодика завязалось. Будем пробовать на вкус. Первый год этот томат выращиваю. Он весь растрескался. Убирать надо плоды. Томат Минусинский засолочный. Сегодня середина июля. Вот так вот мы завязались. Начинаем краснеть. Вот первая кисточка, вторая кисточка. Вот там выше тоже идут завязи. Вот на втором кусту тоже. Так вот завязался этот томатик. Можно сказать, что без пропусков он. Минусинский засолочный. Вон выше идут тоже. Томат Минусинский малиновый. Так мы выглядим на сегодня 25 июля. Так вот один окрасившийся плодик. Вот выше идут завязи. Вот такой тут крупный томатик. И там вот выше тоже. Там уже пореже они пошли. Минусинский малиновый. Будем пробовать. Томат Минусинский малиновый. Крупный яблочный. Четвертый томат от 550 до 700 грамм. Самый большой 700 грамм был. Вот так мы выглядим внешне. Плоско-округлый. Немножко с пышными плечиками. Посмотрим, какой он на разрезе. Сорт высокорослый. Выращивала его первый раз. Очень вкусный томат. Урожайный. Минусинский малиновый. Крупный яблочный. Томат Минусинский малиновый. Крупный яблочный. Так он выглядит в разрезе. На вкус попробовал. Очень вкусный томат со сладостью. Кислинки, можно сказать, не ощущается. Крупный урожайный томат. Вкусный. Так что ж никто не пробовал, рекомендую. Томат Минусинский сахарный. Так мы выглядим по внешнему виду. Самый большой плод 645 грамм. Первый раз я делаю эти томатики. Сейчас разрежу, попробуем, какой на вкус. Сорт высокорослый. Рост в теплице. Томат Минусинский малиновый. Крупный яблочный. Так он выглядит в разрезе. На вкус попробовал. Очень вкусный томат со сладостью. Кислинки, можно сказать, не ощущается. Крупный урожайный томат. Вкусный. Так что ж никто не пробовал, рекомендую. Добрый день. Сегодня я хочу показать сорт подсинеевский ранний. Значит, семена это от одного коллекционера у меня, от Ольги Черновой. Сидит два кустика. Вот на одном кустике, видите, такие плоды идут. Вот такого размера. Не очень крупные. На другом кусту выросли уже какие-то богатыри. Три здоровых плода. Так, сейчас видите. Вот какие здоровенные. То есть, семена одного сорта. И вот какие размеры в зависимости от того, сколько завязалось. Подсинеевский ранний. Сегодня 21 июля. Вот так мы уже покраснели. Сорт невысокий. Ну, метр с небольшим, наверное. Будем пробовать. Также очень вкусный томат подсинеевский ранний. Это минусинский сорт. Начал зреть одним из первых. Тоже со сладостью. Сорт невысокий. Выращивала я в теплице его. На будущий год попробую. Может быть, в открытом грунте. Так что, срекомендую подсинеевский ранний. Вот такой этот сорт в разрезе. Подсинеевский ранний. Томат скорпион минусинский. Вот так он выглядит. Такой присборен наверху. Плоско-круглой формы. Томат урожайный. Высокорослый. Посмотрим, какой он будет в разрезе. Так выглядит в разрезе томат скорпион минусинский. Вкус у томата сбалансированный. Чувствуется и сладость, и кислинка. Скорпион минусинский. Вот так он выглядит. Вот это вот. Оскорослый. Он может distinguиться к booming, А вот так он vedал. А вот сейчас... , dela, да. Но все становится достойно. что сверху мастер-кал. У меня тут не регуляра да я говорят. Как вы meaningsите, что, с Revolutionary? Н так они встречаются к лапаме? А не переходите к лапаме? К Aer Amerнаме! Южском. Продолжение следует...